Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Что, по-вашему мнению, должны делать в этой ситуации власти Германии? Закрывать страну, изменять миграционную политику, продолжать действовать так, как они действовали до того? Трудно сказать. Надо знать подробности всей этой истории, всей этой попытки интеграции, в буквальном смысле слова, в немецкое общество. Вот. Значит, ну мне интересно тут, пожалуй, только вот одно любопытное. Что это, если хотите, такая молекула, модель всей человеческой истории. То есть, сочетание невероятных, невозможных, агрессивных, против себя направленных глупостей, Это и есть модель человеческой истории. Той самой истории, которой обычно приписывают, вот у нас же, очень в ходу, такие вульгарные экономические объяснения всего на свете. Все ради бабок. Ну, как положено в стране высшей духовности, у нас все сводят, естественно, к деньгам. Так вот, не катят. Никаких денег ни спереду, ни сзаду. Вот. Вот это вот сочетание невероятной глупости с двух сторон. Ну, глупость самих мигрантов за гранью добра и зла. Они огромными унижениями, огромными трудами, с огромным риском, буквально зубами пробронили себе дорогу в Германию. И пробронив себе эту дорогу в Германию, они отметили приезд в Германию тем, что стали, еще раз говорю, пытаться интегрироваться в этих немок на этих площадях. То есть, сделали все от них зависящее, чтобы вызвать максимальную к себе ненависть, максимальное отвращение, максимальное отторжение. То ли они такие дебилы, стаи диких-диких обезьян. Ну, может быть, они просто разные. Может быть, есть те, кто приезжает для того, чтобы интегрироваться, найти лучшую жизнь, дать лучшую жизнь своим детям. Есть те, кто просто бегут от войны, непонятно, куда они бегут, просто чтобы убежать. Куда бы они ни бежали, если они не круглые дебилы на уровне уже распада психики, то они должны понимать, что такое поведение не поможет им остаться в той стране, куда они, еще раз повторяю, с такими невероятными трудами, невероятными унижениями, невероятными рисками, кое-как пробились. Вот это такая кричащая, вопиющая, против себя направленная человеческая глупость. А вам не кажется, что они просто пробуют власти на прочность? Да ни черта не пробуют. Они приехали, пожили немножко, они увидели к себе либеральные отношения, как, знаете, хам, когда ты ему отвечаешь вежливо, он считает, что ты слабак, и может он дать тебе в глаз. Они попробовали на прочность власти, решили, что нам ничего не могут противопоставить, может быть, мы сможем диктовать свои правила, нам так удобнее. Какие правила? Новую конституцию Германии? Нет, выходить на улицы и насиловать женщин, например, если хочется, в новогоднюю ночь. Возможно, да. Наверняка «Пьяный воздух свободы» сыграл с профессором Прешнером дурную шутку. Но дело всё в том, что то ли работает, о чём говорите вы, ничуть это не противоречит тому, о чём говорю я. Это такой крик, крик бабуина в джунглях. Дикий крик бессмысленной, саморазрушительной человеческой агрессивности. И вот из набора таких криков, из симфонии таких криков, состоит вся история человечества от пещер до наших дней. Набор саморазрушительных, абсолютно бессмысленных, агрессивных телодвижений, которые в целом выстраиваются в тот Амьенский собор, который называется «История человечества». Вот кто этот набор безумных глупостей, обоюдных глупостей, потому что так же глупы, очевидно, эти идиотки, немецкие политиканши, которых покрывают, несут какую-то сентиментальную чушь, объясняют немкам, что не надо ходить в район вокзала. Но она уже извинилась. Ну, неважно, какая-то глупость, человек изменяется за свою глупость. Правильно? Да. Вот этот хаотический, вроде бы, броуновский набор глупостей, это просто пример глупости. Очень удачно, что это произошло в символический день, значит, в Рождество, потому что это действительно символический набор человеческих глупостей. Если вы посмотрите массу других, так называемых, хитрых политических решений, это такая же агрессивная глупость, которая, агрессивная глупость, проламывает какие-то стенки, производит какое-то возмущение среды. Казалось бы, само по себе безумный, нелепый, глупый, против себя направленный поступок. Верно? По отдельности так. А в целом, каждая такая глупость, каждый такой вызов порождает некий ответ, и в итоге, вот я говорю, это интересно, человеческая история в сущности, это вот есть такое известное выражение, что после случайного взрыва в типографии буквы легли в виде сонетов Шекспира. Вот это и есть человеческая история. Случайные глупости, мотивированные только одним – человеческой дурью, тестостероном, нелепой агрессией, абсолютным непониманием того, что происходит вокруг, желанием нагадить окружающим и ради этого нагадить себе. А вот такое я дерьмо. Хорошо, с этой стороны понятно, да, вы все очень образно описали. Со стороны Европы, вот тут просто пишет обиженная слушательница Юля. Почему, если хочет уехать, мы положительный, образованный, англоязычный сын, ему нужна куча каких-то справок, рекомендаций, денег, и все равно это будет почти невозможно. А этих пускают просто так, еще оказывают им помощь, в ком заинтересована Европа. Глупость. Вот по той же самой причине, по причине глупости. Но эта европейская глупость, она организована массой красивых и замечательных слов. Эти слова сводятся к тому, что «изверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». К братьям нашим меньшим надо относиться гораздо снисходительнее, чем к другим людям. Ну вот классический пример двойных стандартов Европы – это их отношение к Палестино-израильскому конфликту. Все то, что вызывает умиление и сочувствие и понимание со стороны бедных и обиженных палестинцев, ну, зарезал кого-то ножом, ну, его же обижают, ну, обстреляли там больницу, ну, их же довели. В тысячу раз меньшая и гораздо более как бы продуманная политика Израиля вызывает дикое возмущение, потому что они антисемиты европейцы. Ну, не без того, наверное, но главное вовсе не в этом. Главное в том, что Израиль они воспринимают как своего, то есть как ту страну, в которую они прикладывают такие же мерки, которые они прикладывали бы к себе. Соответственно, другой счет. Если американский полицейский застрелил негра, это скандал на всю Америку. Если негр изрезал на куски американского полицейского… Он просто был расстроен. Ну, у него было плохое настроение. Он негр. Кстати, если бы я сказал слово «негр», то передача в Америке бы закончилась. Может быть, она уже закончилась, мы не знаем. Может. Какой урок… Вот последний вопрос на эту тему. Наверное, я успею его задать, а уже подробнее мы обсудим его чуть позже. Россия какой должна извлечь урок из кельнских событий? Ну, пока Россия только злорадствует и говорит, ну, а мы вас предупреждали, а так вам и надо. Ничего другого не могло быть. Для нас что-то есть какой-то посыл? А ничего другого не может быть. Работа России такая злорадствует. Россия извлекла один урок. В России так хорошо жить, что никакие сирийцы и прочие к нам не бегут. Подохнут свои сирии, но к нам бежать не будут. Мы их бомбим, мы другими способами умиротворяем их, наводим там порядок. Разделение труда. Мы их бомбим, а драпывают они в Германию. Вот в Россию они бежать от войны почему-то не хотят. Хотя мы лучшие друзья Асада. Поэтому так держать, напоминать им, кто они такие и не полезут сюда. Мы тогда пока и прервемся. Я напомню, что в нашей студии журналист Леонид Радзиховский. Я не нашел в 1С счет, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С предприятие от Хост-Икс через интернет. Доступ к вашей программе 1С предприятие с любого устройства и с любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте две недели бесплатно. Хост-Икс. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». И в нашей студии со своим особым мнением журналист Леонид Розеховский. Меня зовут Оксана Пашина. Мы продолжаем. Леонид из Америки пишет нам. Мне кажется, вот ему из Америки кажется, что на России надвигается какая-то ужасная катастрофа. Что страна похожа на машину, у которой отказали тормоза. Водитель пьяный не понимает, что несется в пропасть. Под водителем я понимаю народ вообще, а не только власть. Пишет Леонид. В недавнем опросе меня потрясло заявление мужчины средних лет. С экономикой все плохо, а в остальном все хорошо. Причем мужчина выглядит вполне вменяемым. Вот просто от этого крика души. Хотелось бы перейти к таким итогам ушедшего года. Мы действительно в таком автомобиле, у нас такой водитель, и мы едем туда, куда пишет Леонид. Не дождутся. Я вот в заявлении этого мужчины не согласен со второй частью, что в экономике у нас все плохо. В целом у нас действительно все хорошо. И я просчитаю, что единственное, где у нас есть некоторый недостаток, это в пропаганде. Она у нас недорабатывает. Я вот тоже думал над итогами прошлого года. Ну, смотрите, действительно, в прошлом году, в 2015 мы, мы, я имею в виду Россию, одержали действительно выдающиеся просто фундаментальные победы, но прежде всего очевидные во внешней политике. Путин правильно сказал, что главное событие года – это победа в Великой Отечественной войне. Мы водрузили флаг над Рейхстагом. Это, в общем-то, событие, согласитесь. Я Путина цитил. Когда водрузили? Простите, в прошлом году? В прошлом году, да. Путин сказал, что главное событие года – это победа в Великой Отечественной войне. Егоров и Контария водрузили флаг над Рейхстагом. Это событие. В общем, незаурядное, я бы сказал. Но это главное событие. Но кроме того, было еще много событий. Ну, например, ценой этой победы мы спасли украинский народ. Точнее, русских на Украине. Как вы знаете, главный мотив действия России на Украине было спасение русских… От фашистов. От фашистов, от геноцида. Факты, факты. Профифактов не попрешь. Расстреливают русских на Украине? Нет. Рвы есть? Нет. Концлагеря есть? Нет. Слушайте, вы меня хотите с ума свести. Нет, почему это? Вот сейчас вот с ума хотите у меня свести. Факты, факты. Нету? Спасибо. Нету. Этого мы добились? Добились. Маленький успех? Немаленький успех. Грандиозный. Немаленький. Дальше. Мы начали войну в Сирии с ИГИЛом. Зачем? Нам объяснили. Потому что ИГИЛ представляет громадную опасность для России. Есть вторжение ИГИЛа в Россию? Нет. Есть боевые действия ИГИЛа на территории России? Нет. Добились? Добились. Результат очевиден. Ну, наша обычная скромность не позволяет Соловьёву и прочим, значит, пропагардонам на телевидении об этом сказать прямо. Факты. Но я не согласен с этим мужчиной в том, что мы в экономике ничего не добились. У нас, по-моему, колоссальные успехи в экономике именно в 2015 году. Я даже не говорю про импортоистребление. Это ладно. Но ведь главная проблема России, как говорит Путин, 15 лет, она в чём заключается? Она заключается в том, что нам надо избавиться от нефтяной зависимости. И мы от неё избавляемся. То есть, наше правительство, Путин, проделали невероятную работу, невероятные хитрости работы, чтобы обрушить цену на нефть. То есть, это тоже они. И это тоже они. Мы. Мы. То есть, да. Обрушить цену на нефть. После того, как цена на нефть обрушилась, естественно, наша экономика начинает слезать с нефтяной иглы. Почему такой сложный способ избрало руководство России? Потому что оно понимает, что просто так перестать продавать нефть, перестать жить на нефтедоллар и начать развивать собственное производство. Народ не поймёт. Народ глуповат. Надо отрубить себе все пути. Народ глуповат. Надо поставить народ в такое положение, что вроде не мы это сделали. Вроде само получилось. И тут народ примет, а тем временем, тем временем-то, обходным-то путём, используя эту ситуацию, мы разовьём собственное производство. И самое интересное, что мы его развили. В прошлом году мы достигли колоссальных успехов именно в развитии наукоёмких, современнейших технологий. Простейшее доказательство. Кто у нас занимается наукоёмкими технологиями? Организация под гордым названием «Роснано». Что происходило в организации «Роснано»? Корпоратив. Кто выступал на этом корпоративе? Крупнейший нанотехнолог 21 века Анатолий Борисович Чубайс. Что он сказал? Цитирую. «У нас денег много. Ну вот просто очень много. Но столько много, что мы буквально не знаем, что с этими деньгами делать». Прямая цитата из Чубайса. О чём это говорит? О том, что не успела ещё рухнуть цена на нефть, а уже наша попытка избавиться от нефтяной зависимости привела к колоссальнейшему успеху в развитии именно наукоёмких, именно хай-тековских, именно сверхсовременнейших технологий, которыми мы, наконец, поставим таки обамку на колени и продиктуем таки им. Как мы в прошлом году в Берлине продиктовали, а через несколько лет и в Вашингтоне продиктуем свои условия и водрузим, уж я там не знаю что, на кого, но идём явно в эту сторону. С ума сойти, какие вы открыли горизонт. Я считаю, что программу нашу сегодняшнюю надо переименовывать в «Как это было на самом деле». Вот именно. Или лучше «Как это будет на самом деле». И было, и будет, совершенно правильно. Прекрасно. Кстати, вот по поводу наших успехов военных спрашивают Вас. После Турции как-то всё затихло, никаких новых врагов, никаких новых фронтов, как-то непривычно, тихо, пишет Костя из Штутгарта. Кто будет наш следующий заклятый враг, и будет ли он, и нужен ли он нам? Или у нас и так всё хорошо? Вот правильно. Костя в Штутгарте уже трепещет. Но я не думаю, что Штутгарт непосредственно будет следующей целью. Нет, я не думаю, что у нас всё будет тихо, мирно. Я думаю, что во вкус мы только вошли. Тут есть на самом деле несколько вариантов. Вариант первый, что всё-таки Россия действительно уже без шуток подфартит. А фарт России – это войны. Потому что, ну, сами мы, как известно, кроме мордобития никаких чудес. Больше, кроме мордобития, нам показать миру и самим себе, собственно говоря, абсолютно нечего. Понаклепали на ракет до танков. Ну, шо им ржаветь просто так? Вот. Поэтому война для России мать родна. Это абсолютно точно. При этом эта война у нас всегда ведётся для внутреннего пользования под старым добрым слоганом «только бы не было войны». Это же главное, что ловнует российских людей, чтобы не было войны. А чтобы не было войны, надо воевать, например, в Сирии или ещё где-то. Ну, так, гибридно воевать. Конечно. Не воевать, а гибридно. Дурака валять. Ну, вот. А, значит, поскольку с нефтяной иглы мы всё-таки не слезли. Для сведения, уважаемых слушателей, я вот сейчас пишу статью. Пришлось смотреть статистику. Значит, в прошлом году, несмотря на падение цены на нефть, 65% российского экспорта – это нефть, газ и нефтепродукты. 165 миллиардов долларов. А, допустим, другая статья, которая у нас принята очень гордиться, это экспорт оружия. Это, извините, 15 миллиардов. Ну, вот сравните. 165 и 15. Ну, вот, значит, Россия, как манна небесная, как дождь крестьянину в засуху, необходим хороший кровавый дождь где-нибудь. Один раз за Россию поработал Буш. Устроил войну в Ираке, за что мы его, естественно, проклинали. А все пенки с этого с большим удовольствием снимали в виде нефтедолларов или кровавых нефтедолларов, благодаря тому, что Ирак выполнен какое-то время с нефтяного рынка. Значит, России позарез нужна хорошая такая война на Ближнем Лосоке. Ну, вот спрашивает, наш слушатель, с кем бы нам повоевать? А зачем нам? Чужими руками бы жар загребать? Вот если бы, допустим, Иран и Сауды наконец перестали болтать. Но мы пока хотим их мирить. Мы говорим, давайте приезжайте все в Москву, мы вас помирим. Ого, мы хотим их мирить. Желательно, чтобы они... А что ж мирить-то так? Пусть подерутся, как следует. Ага, потом разнять. А потом мы их помирим. Мы их помирим. Будем долго мирить. Главное, вы подеритесь. Но эти сволочи совершенно не желают этого делать, что характерно. Они тоже на вас стрелят гибридно воевать. Они воюют до последнего сирийского солдата. Дело в том, что Саудовская Аравия и Иран – это действительно смертельные враги. Причем там вражда на всех мыслимых и немыслимых уровнях. Религиозная, сословная. Саудовская Аравия, как известно, королевство. Иран, как известно, совершенно по-другому устроен. Экономическое, потому что Иран мутит воду в том районе Саудов, где добывают основную нефть. Геополитическое. В общем, это смертельные враги. Мы продолжим о смертельных врагах. После небольшого перерыва мы вернемся в эту студию. С нами Леонид Радзиховский. Радиоэхо Москвы и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». В нашей студии журналист Леонид Радзиховский. Меня зовут Оксана Пашина. Мы продолжаем. Закончили мы на теме войны. И вот наша аудитория очень впечатлилась вчерашним заявлением Патриарха, который говорила о защите рубежей Отечества на Сирийском берегу. Там, как у нас с Отечеством? Не знаю. И там уже наше Отечество. Патриарху виднее. Может быть, он хочет схему принять. Там следующее наше Отечество. Может, он хочет принять схему и туда отправиться. Я читал заявление Патриарха о том, что единственные честные и приличные люди – это террористы. Ну, не единственные, но они бывают честными. Ну, бывают. Когда западные цивилизации доводят до ручки, они всё равно… Ну, да, да. Ну, это вот политкорректность немецкая и европейская в исполнении Гундяева. Она особенно смачно получается так. Можно о ней много говорить, я просто на секунду представил себе, что вот честный человек, обманутый, но честный, во время проповеди господина Гундяева войдёт в храм и громко с места крикнет. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры. Вот вы там часы носите за 40 тысяч долларов, гнать бы вас отсюда. Это во втором пришествии нам сейчас рассказываете? Ну, да, Христа забыли. Я уверен, что Гундяев сойдёт с Омвона, снимет с себя все украшения, облабызает ноги этого человека, потому что честный человек. И скажет, ну, ты пришёл, мы тебя так же дали, наконец-то. Потому что мы ценим честных людей. Не лицемеров каких-то, а честных. Ну, ладно, это больше не. Ну, да. Так вот, возвращаясь к вопросу... Президент Асад может выдохнуть? Или ему надо, наоборот, напрячься? Значит, посмотрите, значит, не хотят эти сволочи, значит, на Ближнем Востоке всерьёз драться, чтобы нам цены на нефть поднять. Наоборот, чем больше они ругаются, тем больше падают цены на нефть. Поэтому перспективы у России следующие. Убраться оттуда, не солоно хлебавшие, это невозможно, потому что зачем-то туда влезали. Сто дней бомбим. Вариант номер два. Торчать там до второго пришествия, действительно, совершенно бессмысленно. Ну, бомбить и бомбить. Денег нам на это не жалко, денег в казне много. Вот, бомбить и бомбить, без всякой перспективы чего-то добиться. Вариант третий, что действительно удастся там начать большую войну, большую региональную войну, в которую втянутся Сауды, Иран, Израиль, Турция, Египет. В общем, такая действительно большая война, которая, конечно, взметет цены на нефть до небес. Но единственная проблема, что большая региональная война в этом районе превратится в мировую войну, и Россия в ней просто погибнет автоматически. Так что вот такие перспективы. Я думаю, что наиболее реальный вариант – это то, что и делает сейчас Россия. То есть, так, по мелочи бомбить, по мелочи говорить, что давайте жить дружно, по мелочи рассказывать про ИГИЛ. Ну, в общем, как все, что делает наше руководство – тянуть время в ожидании неведомо чего. А вось нефть подымется. А вось этот чудак, как его фамилия-то, миллиардер американский, который очень любит Путина. Трамп. А вось Трамп станет президентом. А вось еще что-то случится. Ну, либо и шаг сдохнет, либо, значит, шаг сдохнет. А у Трампа вообще, как вы считаете, есть какие-то шансы? Или это просто веселый человек? Я считаю, что нет. Но мне очень любопытно, как работает управляемая демократия в Соединенных Штатах. Он имеет дикий рейтинг. И, значит, задача управляемой демократии человека с максимальным рейтингом – выбить из президентской гонки. Вот как они это сделают мягкой силой, добровольной, с песнями, это будет интересно посмотреть. Но я хотел бы вернуться к вопросу вашего слушателя про автомобиль. Да, автомобиль с пьяным водителем ездит куда-то, неизвестно куда. Мы все умрем. Да. Так вот, значит, обычно все внимание ваших демслушателей сосредоточено на личности пьяного водителя. И фактически почти все программы на их, и они сводятся к длинному рассказу о том, что, значит, Кремль-параша, победа будет наша. И надо доказать, сделать программу обязательных упражнений по рассказу о том, какой Путин плохой. Значит, но говоря о водителе, не хотят говорить об автомобиле. А мне гораздо интереснее устройство автомобиля. Значит, я считаю, что наше государство российское представляет собой очень хорошо скомпонованную, целостную систему, где есть масса действительно обратных связей и взаимозависимости. Система эта называется вертикаль, совершенно правильно называется. И вертикаль состоит из трех идеально подогнанных одному к другому блоков или бочек. Нижняя бочка – это природная рента. Следующая – это административная рента. И наверху – социальная рента. Просторечие называется православие, самодержавие, народность. Православие, то есть вера в Бога, который нам дал нефть, самодержавие, само собой понятно, административная рента, а народность – это тот самый народ, который получает от этой административной ренты свои социальные крови. Всевышний президент и любящий народ. Да. Православие, самодержавие, народность. Значит, это идеально подогнанная система. Почему? Потому что здесь политическая надстройка, то есть самодержавие в стиле XIX века, полностью соответствует производственному базису, то есть грубой промышленности конца XIX – начала XX века, кстати, промышленности, завязанной на почву. То есть фактически это земельная рента, потому что нефть, как известно, из земли качает. Значит, и идеально соответствует монархической психологии, крепостной монархической психологии огромного большинства населения. Что, например, эта психология, например, ярко проявилась в знаменитом опросе, над которым все издевались, который провели в Крыму. Значит, второй вопрос там, как вы помните, был. Готовы ли вы потерпеть 3-4 месяца без электричества? Причем не было сказано, ради чего вы готовы. Не было сказано, что будет потом. Не было сказано, что будет потом. Ради чего вы готовы и так далее. Ответ – готовы. Это опрос не Крыма. Это опрос всей нашей страны. Готовы вы терпеть или нет? Да, готовы. Эта страна терпил. Страна исторических и профессиональных терпил. Почему они готовы терпеть? Потому что они привыкли жить на ренту, которую им дает это самое государство. Причем им даже неинтересно, что будет потом. Им даже неинтересен размер ренты. Обычно спрашивают, ну хорошо, 3-4 месяца, а дальше что, какие-то бонусы? Что-то будет дальше? А дальше еще 3-4 месяца? Неинтересно. Неинтересно, потому что они понимают, что они не вправе задавать вопросы ни Господу Богу, ни царю, который от Бога. Это действительно монархическая народная психология. И вот три эти элемента, значит, нефтяное православие, абсолютное самодержавие и народность на ренте социальной, они замечательно подогнаны друг к другу. Но проблема заключается в том, что эти часы 19 века тикают в 21 веке. В результате вот это асинхрония. Решается проблема просто. Россия все больше и больше откатывается от современного календаря. Соответственно, страны 21 века идут вперед, а Россия живет в прошлом. Буквально, если президент на полном серьезе говорит, что главное событие – то, что было 70 лет назад, это и означает торжественную психологию 70-летней давности, 170-летней давности и так далее. Все было бы неплохо. Но проблема заключается в том, что основа основ нефтяная рента начинает усыхать. Соответственно, трещит вся конструкция. И вот чем этот треск конструкции обернется в 2016 году, я бы два слова с вашего разрешения сказал. Да, конечно. Значит, многие считают, господа демократы, демшизократы, считают, что конструкция упадет, товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. Имена колумнистов эхо Москвы. Значит, товарищ, не верь глупостям. Дураком-то уж совсем не будь. Значит, если даже вообразить, что система затрещит, то это будет означать только политический успех тех же самых людей, которые разделяют базовые ценности системы. Монархизм, антизападничество. Все это 19 века идеология. Но при этом будут безудержно нападать на чиновников, на взяточников, на правительство и так далее. Это коммунисты, это ЛДПР, это... Ну, то есть, это все равно некий внутренний передел. Это передел системы в красно-коричневую сторону. Это некоторые изменения ее цветов. Таковы не чьи-то злобные интриги, таково не мнение телевизора, таково настроение 90 или 80 или 86 процентов людей, которые готовы терпеть отключение электричества, и которые при этом хотят знать, что они самые духовные, самые великие и так далее. Ну, слушайте, такая уже возникает крамольная мысль, что, может быть, так оно и нужно. Вот мы зачем какие-то, я не знаю, враги народа должны тащить людей за уши насильно в какое-то свое гипотетическое счастье? Всем хорошо. Нет, тащите. Все прекрасно. Тащите или не тащите, это ваше дело, ваше хобби, ваш бизнес, нет проблем. Это наша работа, да. Это наша работа, только никого вы никуда не вытащите. Вот за этот год, за эти полтора-два года, у нас возникла еще отдельная такая абсолютно Орвелловская система, где, значит, изоляция – это авторитет, жлобство – это духовность, воровство – это развитие. Вот такие Орвелловские... Такой свой внутренний словарь, да? Да, такие вот Орвелловские проповеди. Люди живут в этом мире. Им в этом мире удобно и уютно. Потому что, с одной стороны, этот мир им безудержно льстит. Вы самые духовные, вы самые такие, вы самые великие. С другой стороны, этот мир их худо-бедно чем-то снабжает и будет снабжать. Потому что, если люди готовы терпеть все больше и больше, то капля проса на них хватит потом. А вдруг действительно нефтяные цены подрастут. Но главное, еще раз повторяю, не в этом. Главное дело в том, что эта система устойчива в силу того, что она выросла из почвы и судьбы. Понимаете, как нефтяная экономика выросла из российской почвы, так вот самодержавие и крепостная психология народа выросла из истории и судьбы. И единственное слабое место этой системы, как мне кажется, это сам Путин. Потому что, если ему в какой-то момент вся эта радость поднадоест, то есть полная безнадега, когда дергаться некуда. Во внешнем мире глухо. Внутри ничего изменить нельзя. И сам великий рейтинг, он останется. Но он потускнеет. И вот цвета изменятся. Это будет не рейтинг куража, не рейтинг надежды, не рейтинг драйва, а рейтинг безнадеги, привычки, усталости. Так сказать, брежневско-черненковский рейтинг. Но он уже сейчас такой. Это такое болото нефтяное. Отчасти. Нефтяное болото. Отчасти. Но все еще есть вот этот кураж, есть вот эти заморочки, там, вежливые люди. Вся эта такая хитрованская насмешка, так сказать. Уже, судя по последней пресс-конференции, грустно как-то все. Грустно, грустно. А вот разжаловаться из почти Сталина в почти Брежнева поздних лет, это совсем грустно. Вот если ему эта грусть малость поднадоест, то тогда вполне возможно, что он сам добровольно и с песнями, допустим, откажется выставляться в 18-м году. А может быть, и нет уже возраста, и уже хочется покоя, стабильности. Не знаю, я с ним не настолько близко знаком, это Венедикт своего друг-приятеля. Я могу судить только вообще. Если ему это надоест, и если он действительно уйдет, то никакие темницы, естественно, не рухнут, найдется, будет некоторый хаос, очевидный хаос, после которого этот Ванька Встанька обладает, Ванька Встанька вертикаль эта самая, обладает замечательной способностью восстанавливаться. Пример чего мы видели после 91-го года. Был некоторый хаос, некоторая демократическая болтанка, и прошло 25 лет, и система обратно восстановилась в том же самом виде, но подкрашенная под 21 век. И, с огромным сожалению, мы на этом должны закончить. Наша студия была журналист и выдающийся постмодернист Леонид Радиховский. Субтитры создавал DimaTorzok